Здравствуйте, дорогие друзья! 21 ноября – День Небесного Покровителя Столицы Поморья, Архистратега Михаила и День Духовной Культуры города Архангельска. Библиотека Архангельский Литературный Музей подготовила видеопрезентацию «Тепло души» Татьяны Щербачёвой. Татьяна Щербачёва родилась в Киргизии, училась в Санкт-Петербурге, по профессии она инженер. Стихи начала писать поздно и неожиданно, а точнее тогда, когда пришло время для них. Татьяна Александровна – автор двух поэтических сборников «А мечты на подъём так легки, и как долго я ждала тепла». Она занимается моржеванием, увлекается спортивным ориентированием. На её стихи написано много песен. Судьба Татьяны Щербачёвой связана с Архангельском и Липецкой областью, город Грязи, где она проводит большую часть времени, но несколько раз в году приезжает в город на Двине, так как очень скучает по родному северу и северянам. Татьяна Александровна – интересный, творческий человек. Она увлекается не только поэзией, но и живописью. Пишет картины маслом. Особое место в её творчестве занимает русский север и родное её сердцу – город Архангельск. В День Михаила Архангела предлагаем вам посмотреть видеозапись со стихами Татьяны Щербачёвой о родном городе, Белом море, русском севере и о любви. Вы можете познакомиться со списком книг северных поэтов. В этом списке представлены и книги Татьяны Александровны Щербачёвой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Щербачёва. Я увлекаюсь живописью и поэзией. И сегодня я прочту вам несколько своих стихотворений. Архангельск. Архангельск – город юности моей, с восторженными белыми ночами, где звёзды, словно стаи журавлей, несутся вдоль крылатыми лучами. Суровый город северных ветров, играющих с волнами и снегами, зовущий пламень ангельских костров, горящих в зорь, отмеченных богами. Архангел Михаил взял под крыло народы севера за их свободный норов и поразил нещадно змея зло. Дал имя граду северных поморов. Михаил Ломоносов – славный сын, потомок русских корабелов. За Русь великую, не за Алтым, с заморскими мужами бился смело. Архангельск – место зрелости моей. Свои труды ему я посвятила. Я в этом городе взрастила сыновей и в граде этом сына схоронила. Архангельск – крепость верности моей. Как древо жизни он всегда красивый. Я в этом городе нашла друзей, с которыми сумела быть счастливой. Белое море. Море, белое море, волн ажурных прилив, берег в лунном узоре до восторга красив. Утром северным ранним, погружаясь в восход, бьется море, камни, словно рыба об лед. Море, белое море, то прилив, то отлив. Волну в малиновых зорях льется в душу мотив. Слышу вновь колокольный звон церкви соловков над землею привольной в синеве облаков. Где-то чудится гусль, свой ведут разговор. Слышно, как кличен гуси увлекая в простой, разрывает крик, чарик, голубой небосвод. Но надежда крепчает в красоте этих вод. Море, белое море, волн ажурных прилив, берег в пенном узоре до восторга красив. Осенние орбиты Снова дождь, заплаканные окна. Я вчера им стекла вытирала, а сегодня вместе с ними мокну. серость в небе и тепла так мало. Настроение флюгером на крыше ощущает дуновенье чутко. Небо успокоилось. И слышу, как кричат, прощаясь, гуси, утки. Вздохи и шуршания листьев сада укрывают корни в непогоду. Это осени мои отрады. Смысл и память жизни и природы. Время тикает, течет потоком дел и мыслей. Кажется мне нужным. Может быть, приду и я к истокам, с каждым шагом глядываясь в лужи. Сколько же еще идти осталось? Облетают листья словно вести. Хочется тепла, еще хоть малость. Хочется идти с любимым вместе. Ветра жду. Он что-нибудь изменит. Заберусь скорее под одеяло. Розовый закат. Он к перемене. Почему же красоты той мало? Что не так? Себе признаться тружку. А тебе сказать не захотела. Если б целовал ты мою душу прежде, чем диплом касался тела. Если б меньше я была сердита, безответственность не принимала. Может, параллельная орбита совместилась бы с моей. Кто знает. спасибо большое за внимание. До новых встреч.